Отлично! Не высушила голову и пришла снимать видос. Так, давайте сразу разберем задний план. Вещи просто так вот лежат на чемодане. Чемодан пустой, это от гитары. Я сижу на кровати. Здесь... Ну, все нормально. Совсем скоро Новый год, и я готовлюсь. Специально поехала Вирджинию к маме, чтобы забрать свою гирлянду, а также еще гитару. Поэтому возвращаюсь к игре на гитаре. Кстати, ничего так не нравилось. Может, так и продолжим? Надо вот так и начинать, в принципе. Короче, Круглова, что у тебя происходит в жизни? Почему тебя нет на ютюбе? Тебя уже никто не смотрит. Ну, это да. Согласна. Но, была не была, подумаешь, ё-моё, никогда не поздно вернуться, никогда не поздно опять все начать. Тут еще, тем более, американский универ, американский универ. Почему бы не начать с банального? Жизнь в американском универе, общага же, я ушла с общаги, я бросила американский универ, первый день в американском универе, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаете, надоело. Я это делала только потому, ну, во-первых, мне это нравилось, да, окей, про американскую школу. Ну, а для того, чтобы, конечно, были такие темы, которые были лайтовые, чтобы все-все-все нагонялись на мой канал, естественно, раз росли подписчики. Именно поэтому ты здесь, потому что ты накнулся раньше на какое-то из этого видео. Но я устала за этим гнаться, я устала смотреть вот на это вот пять плюсов американской школы, пять минусов. Конечно, это способ подняться на YouTube, но я хочу все равно присутствовать как личность, а не как информация об американской школе. Поэтому, если ты был здесь только для того, потому что тебе было интересно американская школа, американская жизнь и так далее, то, увы, конечно же, это все будет здесь появляться. Я не буду рассказывать там, я не знаю, о чем-то, что мне интересно. Точно так же я буду рассказывать про свою жизнь здесь дальше на канале, но не будет таких видосов пять того, пять того, факты и так далее, потому что это уже надоело. Не знаю, как вам, но мне точно. Каждый раз, каждый месяц я начинаю снимать такое же видео, и я опять спрашиваю себя, итак, что же у меня нового? Потому что сама не могу это все положить все в кучу и рассказать, и выложить это все вам, потому что это невероятно трудно, а не то чтобы трудно, камон, просто собрать все вот так вот, потому что я общаюсь с друзьями, кому-то что-то рассказываю, что у меня новое, та-та-та-та-та-та. А с вами давно не разговаривала, поэтому сейчас понять, на каком моменте я остановилась, сейчас живу с поваром, по-моему, вы знаете об этом, нет? Точнее, не с поваром, а с его семьей, ну и с ним тоже, whatever. Давайте сейчас поговорим про американский университет. Соответственно, первый день. Как же он меня прошел? Это уже было там полторы-две недели назад. Это даже не было волнительно, как первый день в американской школе. Ну, камон, я знаю английский, да, я могу говорить и так далее, то есть я уже примерно знаю, как здесь все в Америке происходит. Конечно, для меня был новый Нью-Йорк, но anyway, эмигранты, везде эмигранты. Поэтому... Я не познакомилась за две недели еще ни с одной мальчиком, ни девочкой, чтобы они были из России. Есть какая-то девчонка, которая из Польши и одна девчонка, которая из Украины. Пару еще парней откуда-то оттуда, но они не говорят на родных языках, они говорят только на английском, наверное, потому что родились дети, я не знаю, стремаются говорить со мной на языке, потому что я как бы носитель русского языка. Что касается уроков в универе, это вообще просто рай. Если вы не помните, то в понедельник я учусь с девяти до двенадцати, во вторник там с двенадцати до трех, в среду с двенадцати до двух, допустим, там плюс-минус, и в четверг, допустим, с девяти до часу максимум. Все. В пятницу, вот, в открытии у меня полный выходной, ну, точнее, нихрена, потому что я работаю. Опять же, я сменила работу, уже не работаю я в той студии, не знаю, кстати, рассказываю я вам про студию или нет, вряд ли, поэтому теперь я работаю уже на новом месте, ну, как сказать, работаю, только на следующей неделе я пойду проходить тренинг, короче, все очень трудно. Почему я не могу найти работу и сидеть на одном месте? Просто потому, что где-то плохие люди, кому-то я не нравлюсь, где-то мне не нравится, короче, я никак не могу найти свое место, еще я очень быстро болтаю, да, я знаю. Универ. Универ, универ, универ. С универом все нормально, на самом деле, нет ничего такого трудного, конечно, там профессора уже не те, жесть, как жарко, уже не те, как учителя в high school, в моей школе, которая была в Вирджинии, потому что уже никто за тобой не носится, всем все равно, какие у тебя оценки, что ты там получил, завалишь ты экзамен или нет, выпустишь ты с универа или нет, то есть здесь вообще они получили деньги за тебя, все, они тебя учат, там весь этот класс, да, и это все, что их волнует, то есть все остается только лишь на тебе. Если ты не хочешь делать домашнее задание, whatever. Именно так я разговариваю в универе. Come on, come on, come on, в Бруклине живу, come on, come on, come on. Сейчас ехала с Вирджинии и смотрела одну программу, которая новая вышла у Ивлеевой или Явлеевой, как ее там забыла. Рудова сказала такую вещь, я сейчас вам ее сюда вставлю, но настолько она сделала это артистично, эмоционально, и зараза, там столько было смысла в этих словах, что, знаете, я перематывала снова и снова, и смотрела, и смотрела, и смотрела, и, наверное, на ближайший месяц-два, а то и полгода это будет моей самой главной мотивацией. Поэтому давайте просто поднимем правую руку и все так же скажем. Ладно, вы сейчас не поняли, поэтому предлагаю вам посмотреть этот короткий момент, чтобы понимать, о чем я вообще говорю. Правую руку подними. Минагарова, правую руку подняли. Все, я не понимаю, я вас не вижу, правую руку все подняли. Ребят, все в жизни неважно. Просто, если у вас есть какие-то проблемы или что-то происходит с вами, просто махните рукой и скажите, ну и хер с ним! Ну и хер с ним! Да! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЛОДИСМЕНТЫ НЕ ЗНАЮ, как для вас, но для меня это было настолько мотивирующе, она с такими эмоциями сказала, серьезно, он просто поднял правую руку и просто сказать, да ну похрен и все! И вот ничего не важно, все, что происходит, все фигня. Самое главное, что мы и у себя есть, мы сможем это все преодолеть. Универ, школа, что бы это ни было, новая работа, увольнение с работы, что-то тебе не нравится, ты совсем сможешь с этим справиться. Самое главное, что у тебя есть руки, ноги, ты здоровый, а все остальное правая рука и... Ладно. Мне кажется, это только меня интересует, это только вот этот вот рудовый вот этот вот жест и сама вот эта вот вся ситуация понравилась только мне, мне кажется. Обязательно дайте мне знать в описании, смотивировал ли этот отрывок вас. Вдохновение. Давайте поговорим о вдохновении, как все делают эти блогеры. Вот музыка на такой-то, такой-то месяц. Шмоточки, которые меня там вдохновили в этот месяц. Как сказала Стелла. Что меня вдохновляет? Только когда у меня все нормально. Когда я на работе сижу, мне это нравится. Только тогда, когда я знаю, что вот с универом у меня все нормально, у меня там нет никаких запар, я все делаю вовремя. Только это меня вдохновляет. Ну еще, конечно, там знакомые, друзья, у них все хорошо, с хорошим настроением, все это вместе сложено. Смотришь на это все и ты этим вдохновляешься. Ну, точно не какой-то музыкой. Ну, музыкой, конечно, тоже, но ничего такого, чтобы я вам сейчас смогла сказать. Ой, знаете, а вот этот крем дает мне силу на целый день. Тьфу. Короче, не знаю, понял меня кто-то или нет, но если вам нужно вдохновение, ищите его в людях, в своих каких-то успехах, достижениях и так далее, в учебе, в работе, в чем угодно. Ищите это вдохновение, чтобы в следующий раз, если тебе хочется идти на работу, то ты уже взял вдохновение с предыдущего дня, правильно? Наверное, правильно, не знаю. Много задают вопросов, Марин, как тебе живется в Нью-Йорке? Нравится ли тебе? Хочешь ли ты оставаться здесь? Четыре года я точно здесь, потому что у меня здесь универ, не собираюсь его бросать, или как-то я хочу за это очень сильно взяться, и это добить, и выжать из этого. Все самые последние, что там можно вообще вытащить оттуда. Насчет видео. Очень нужна ваша помощь. Обязательно напишите в комментарии, если вам это интересно, если вы серьезно хотите видеть от меня раскрывание каких-то тем, или о чем-то видео, что-то про Нью-Йорк, про универ, там, про мою жизнь, все что угодно, может быть, просто какие-то темы вообще, знаете, там, у-у-у о космосе. Вообще, конечно бы, хотелось бы с вами, так сказать, сблизиться, потому что давно мы так не разговаривали, не сидели, и давно не было ничего такого. У меня все, что в последнее время выходило, это какие-то влоги, какие-то моменты из моей жизни, очень яркие моменты, особенно из жизни в Нью-Йорке, но не было такого, чтобы мы сели и поговорили. Как вы помните, последнее видео такое выходило, прямо, сказать, разговорное, когда только приехала в Нью-Йорк, и там было вот именно про то, что я все-таки этого добилась, что я раньше не могла даже это представить, что все настолько хорошо пойдет, и до этого дойдет, что я перееду, поступлю в универ, и получу, так скажем, какую-то часть денег на образование здесь, поэтому, да. И очень приятно с вами, на самом деле, вот так вот сесть и поговорить, пусть через камеру, но я знаю, что между нами все еще есть эта ниточка от Рали-Вали, это все так сопливо, да-да-да. Огромное тебе спасибо, что ты смотрела это видео, я вас безумно всех люблю, и пока-пока. 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 Пока-пока.